Ребятки, всем приветствую! К обычной Дмитрой мы продолжаем экспортировать демократию в стратегии тактики WoW в аддончике. По прошлой миссии, что я хотел еще вдобавок сказать, то что наверное у каждой в мире своих способностей. Для кого-то конкретная миссия может показаться сложной, для кого-то не очень. Да, для меня тот же Северный фронт показался простотой, а вот это предыдущая просто какая-то жопа. Кто-то наоборот, как в комментариях высказались, так что будем уважать мнение каждого. Господи эти волынки. Ну да ладно. Тут надо, наверное, учитывать то, что миксикосы. Надо давить к миксикосам. Не знаю, пытаться. Есть подвижные какие-нибудь батальоны? Нет? Поблизости нету. В таком случае я, наверное, уже догадываюсь по кому шмалять. Авиации. Есть еще. Вот эти ребята, они могут тоже популять. Немножко. Подвижные батальоны. Надо подумать насчет подвижных батальонов сейчас. Тут еще капелька пехоты есть у нас. Надо поскорее на поле боя пригнать. Не, сложность той миссии, наверное, даже не в том была, что прям так дарят со всех сторон, а в количестве ходов. Там маловато их реально оставили. Один раз, когда я пытался пройти, вообще комфортно получилось. Но проблем была в том, что ходов просто не хватило. Там один ход буквально. Еще дополнительно, если бы был, то можно было бы нормально, вообще здоровски пройти там. Тут я бы, конечно, хотел бы в лоб не давить. Мне лучше эта идея. Один пехотный отряд сюда, пожалуйста. И давай вдарим. Нападем большим количеством народу. Они потеряли целую дивизию. Тут, наверное, тоже стоит напасть в лобешник. Да. Так. Сюда давай немножко ближе подойду. Сюда подойду ближе. Танковые корпуса надо поближе тоже. Идя кинуть. Так, ну и тут можно как-то на пехоту, наверное, напасть. Я, наверное, не стану этого делать. Так, меняю ход. На нас особо чуть не полез никто. Мексикосы отдохнули. Они не рыпаются никуда. С одной стороны это хорошо. Но с другой, с другой, это может намолухнуться в будущем. Так. Кучка бомбардировщиков. Можно задействовать на каком-нибудь направлении. Не хотел бы я, конечно, сюда лезть, а придется уже. Все косы будут стягиваться. Это уже мало приятного, но надо. А сюда кого-то одного кинем. И тут на юга все отправляются. Трешкой буквально надавим. И подвижными батальонами посмотрим еще, что можно сделать. Четверо танков есть. И трех еще. Так, наверное, вот как. Атакуем всеми тут. Превосходно. Так, ну, мексиканцы отдохнули. Капилюшечку. Подвижных батальонов, повторюсь, нет. Вот тут у нас танковые есть. Есть танковые вот на этом участке. Так, наверное, вот что сделано. Нападем вот таким вот образом. Вот тут. Так, а тут... Нет. Давай, наверное, просто пусть стоят, ждут. Отдохнут. Если что. Обстрел. Обстрел заказывать, наверное, не буду. Брошу авиацию поближе. И людей поближе. Как-то так. И еще артиллерия, не знаю. Артиллерия. Одну давай сюда. Одну давай сюда. Потому что, может быть, на однёру нападут сейчас. Да, будут сейчас изобретать колесо. Пытаться. Мексиканцы начали стягиваться. Ну, непосредственно, позиция у Мехико, она не защищена пока. Вот эта двенашка вражеская вдыхает. Есть идея для манёвра, чтобы вынести двенашку вот эту вот. Потому что нам надо выносить сейчас двенашки через котлы. Пытаться. Разве как в случае это сделать. Можно, в принципе, двух вот тут расстрелять. Тут ближе подойти надо. Сюда одного кого-то. Сюда одного кого-то. А, ну хотя, знаешь, как можно? Можно в подвижные батальоны тут въехать. Сильно им тут не наваляют. Да, идея. Да, зато мы навалялись сильно. Бряневички. Что ещё есть тут? Да, на всякий случай. Артиллерию сюда. Потому что двенашка неизвестно куда попрёт. Совершенно неизвестно. Давай пехотный, наверное, отряд. На замену бросим, так скажем. Так, обстоял этих чудиков. 11 дивизий. Полный вперёд. Семёра поддержит. Так, четвёрочка. Восьмёрочка. Ой, они дохрена народу-то скинули. Если тут присмотреться, да? Если присмотреться, то скинули они уже дохрена людей. Можно бросить десанты же в город Мехико. И пытаться что-то оттуда придумать. Давай, короче, втащим вот таким вот образом. Я не думаю, что они отступят туда. А, мы их вообще вынесли. Из зерова. Навай сюда десантов. Так. Так. И да, наверное, так. Потому что они попробуют, наверное, навалять танком. Ну, вот как-то таким образом, наверное, походим. И сменим ход. Ох ты. Они от него вынесли. Дренашка очень пытается нам тут насолить. Девятка подошла. Возможно, стоит сдать Мехико. На один ход. Ой, блин. Вот это сейчас больно было. 48 ресов. Ресов приходит много. Так что, в принципе, тут можно что-то сообразить. Пробовать. Пробовать. Движным батальоном надо двигать. Куда-то туда уже. Тут втащить еще можно будет. Прихота много. Двенашку эту чертова надо. Прессовать. Начать. Всячески. Кто может, идет сюда. Кто не может, идет вот сюда. Так. Продинера и сюда, пожалуйста. Мы как-то бронетехникой попробуем вот так вот въехать. Так. 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 Тут готовимся встречать радужно всех гостей нашей столицы. Блин, одна... А нет, не одна артиллерия. Там так еще. Фигня всякая. Мексикоса большого прям сопротивления не окажут. Но все равно приятного мало от того, что они могут вытворить. Мексико придется пока сдать. Попробуем в лоб. И тут попробуем в лоб. 10 на 12. Не получилось. Не получилось. Здесь стоим. Мексико мы держим. Это уже хоть одна но все-таки хорошая новость. Пятера тут стоит тоже. Хоть одна, но хорошая новость. Танковые части будут пытаться пробиться каким-то макаром тут. Шестер у Мексов надо сдержать. Не, ну с Мексами ты справишься. Не, ну с Мексами ты справишься. потому что вот эти чудики они пока будут наших пытаться прессовать. А пока они пытаются прессовать наших то естественно черта у них не выйдет. С нормальной атакой. Сюда, пожалуйста. Броневичок еще сюда. А, я вместе броневичка блин, этих элитников скинул. Дурак. Ну, хотя элитники тоже такие вяленькие, так что. Ладно. Посмотрим, что сейчас в голове у Двенашки. Нет. Двенашек. Точнее. Станем таким макаром. Так, обстрел, атака. Сейчас еще нас будет ждать. Давай, наверное, артиллер... А, нет, артиллерия пригодится для атаки бронированных каркусов. нападут хиленькие ребята. Поддержат вот такие. Нормально получилось. Курушечную. Как бы еще тут обстрел заказать. Тунечка. поднял сюда. Так, и поднял сюда. Нельзя потерять Остин ни в коем случае. Так, вперед пойдут все, кроме артиллери. Артиллерия поддержат выступление. Нормально. Одному танку втащили. Тут, конечно, очень неудобная ситуация. Ммм, идея. Так, сейчас мы сюда скинем пятерку. Вот сюда. Так, неудобная ситуация превратится в более-менее терпименькую. Во. А тут будем верить надеяться. Но в Мехико они, наверное, не рывнутся пока. Будут пытаться нашими заняться чудиками. Хотя это не факт. Так, отбили Аламос. Мехико пока тоже отбили. Эти уроды пошли на юга. Отрежем подкрепление Советского Союза это раз. Два. тяпнем ключевую проволочку. Три. Тяпнем еще ключевую проволочку. Здесь надо наладить дорогу жизни, так скажем, для бронированного корпуса моего. Так, двенашка опять в кольцо полезла. Ну, не опять основа. Это уже другая история. В общем, Советский Союз будет разбит окончательно на этом направлении. Сюда можно артиллерии сгонить. Десятка снова идет нападение 11 поддержит. Наступление наше дублесное. Готово. двенашка в монтарее, Не он тут, да? Угу, гу-гу. Тубяка может быть очень большого. Все крем броневичков доведают на этот позицион. Четверт попробуем пробиться своим. хопа, 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 хопа. Так, броневички. Мх-мх-мх. Броневички могли бы артиллерию, конечно, выпинать. Если бы я сначала их все перебросил. ладно. Наверное, попробуем двумя броневичками каратолу захватить. Мелочь, может быть, пригодится нам. Так, как-то. Четверт они, возможно, смогут вынести у нас. капельку ближе подведем. Я надеюсь, что из Монтерея попрут на Сан-Антонио. Если они туда пойдут, то может быть, что-то интересное произойдет. и ближе. Входным отрядом сюда трупы. Такая, давай один танк перейдем сюда. Остальные сюда. Сюда же элитную пехоту. Подкинули врага. Попробуем еще веселые распыляшки устроить. На всякий пожарный случай. Может, мексиканцы отвлекутся. Так, и все пока. Где-то через пару ходов мы, может быть, набьем количество непросто. О, через два хода можно быть казачков кидать. Это хорошо. Это здорово. Меняем ход, значит. Стало быть. Советский Союз локировку устроил. Перестрелял один мой танк. Однерочку поранил. Сейчас они в котел полезут. Снова. Мексы. мексы стягиваются. Да, они все-таки сделают то, чем я подумал. Они сейчас вынесут четверо. О, даже так? пятеро, да? Ну все, это последняя провинция получается. Не надо там удерживать этих полтора миллиона ходов. Нет, не надо. Так что мы делаем примерно следующее. Один броневичок подойдет ближе. У меня авиация еще достанет. Для этой херни. Чтобы им скучно не было. И броневичок в студию. Так, ну все. Просто идем в атаку теперь. В принципе не сложно. Надо было просто подумать головешкой капельку. 450 очков науки. Это можно сказать ответочка прошлому эпизоду. Как там кстати анната кстати записи проверил. Хорошо, давай кинул смотреть. Боженый Миротвор смотрите, нам удалось принести Мексике демократию и заодно выходить. вы уж слышали новости из информации. Китайцы открыли по-русски огонь. Китайцы. Китайское правительство охотится по зданиям понялась упагубленность продолжения военных действий. Амао Цзэдун подверг гречки Сталина и разорвался с Москвой. Для вчерашнего главаря банды оказался довольно умен. Еще Бетрумэн после мало добытой трофей Мексику. Китайцы вырвались из-за битвейсоветов и теперь набиваются к ним союзники. Они набиваются генералы, они и есть наши союзники. Не вижу радосты на вашем лице. Вам хотелось бы, чтобы русские дальше стреляли только по-нашим. Боже это с этим опять будем болтать. Чем больше валюй, тем меньше мне вообще хочется чтобы в кого-то стреляли. Медведь угодил в капкан, с которого уже не выберется. Ваша задача захопнуть челюсти этого капкана, китайцы ударят по-русски с востока и с севера. Звучит как всегда надеживающийся. Китайский надеюсь мне учить не придется. Уильям, позволь дать тебе дружеский совет. Чтоб ты не думал о наш новостей снижниках держи свои мысли при себе. Надеюсь по сообщению с генерал-тирантом и Ченом ты смеешь нить на милость. боже. Не скажу, что рад вас видеть господин Чен. Давайте закончим этот разговор побыстрее. Не думаю, что мы увидимся еще раз, да и вэт запомнил вас в лицо. Никуда не спешит лишь бездельник мудрежий человек знает цену времени. Поговорить вы, кажется, любите. Скажите лучше, как давно вы успели разочараться из кистоварищей настолько, что решили стрелять им спину. Стрелять сменится от мирового господства. Хоть обвиняют в том империалиста, эта война должна принести народам Америки освобождение, принесла только страданий и смерть. Мы всем сердцем хотим исправить ошибки 10 тысяч лет соединенным штатом. Блин, чувак, ты будто из империцын пришел. Опять 10 тысяч лет. Резонский котел. Так, ну это будет еще веселее, наверное. Но в следующем эпизоде качать что будем? 480 пресс есть. Современный средний танк с бонусом против пехоты пригодился бы. Так, это что тут? Брадиробщик. Вот это надо бы вкачать. Стребители танков это дорого. А, ну все, вкачали две штуки технологий. На этом пока закончим. С вами был Дмитрий Тарок. Подписывайтесь на канал для вас видео сети полица. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys.